На полях Прикарпатия уже вторую неделю кипит работа. Это угодья Ивано-Франковского городского коммунального агропредприятия. На этом поле будет расти подсолнечник. Это наше поле, 25 гектаров. Предварительно проводится дискование на глубину до 25 сантиметров и будет производиться еще раз, потому что земля устоялась и первое дискование не дает эффекта. Подготовительные работы продолжаются и на других полях общины. Сеять, говорят аграрии, планируют только после того, как почва хорошо прогреется. Примерно в конце апреля. Площади полей в этом году увеличили более чем вдвое – до 160 гектаров, преимущественно за счет целинных земель. Почти половину здешних полей засеют соей, а остальное – подсолнечником и гречкой. Если у нас есть деградирующие земли, то почему их не привлекать к обработке? Мы заходим в целинные земли, они не обработаны, туда трудно заходить с зерновыми культурами. Поэтому мы подобрали гречку, сою и подсолнечник. Предыдущая посевная прошла с тотальным дефицитом – и топлива, и посевного материала, и удобрений. В этом году на рынке всего достаточно. Правда, не все по карману. Стоимость продукции, которая нам нужна – семена. Они ориентируются на валюту, и, соответственно, курс поднялся. Если мы говорим «до войны», то посевной материал подорожал на 35%. А рентабельности планируют достичь двумя путями – увеличив нормы посевов и минимизировав затраты на удобрения и средства защиты. Просто увеличим норму высева гречки. Если в основном сеют 80 килограммов на гектар, мы будем сеять 100 килограммов. Плюс гречка у нас есть первого сорта. Первая репродукция, не вторые сорта. Надеемся, она даст больший урожай. А вот под сою у нас спланировалась подкормка селитрой. Но мы ее исключили. Потому что соя, как мы знаем, культура себя любивая. Она азот из земли вытянет. И так мы сможем сэкономить. На гектаре где-то около тысяч 3-4 гривен. Если у нас 77 гектаров сои – это экономия большая. В аграрном бизнесе Василий уже более 30 лет имеет две сотни гектаров. Главная культура, который из года в год выращивает соя и пшеница. Но в этом году, говорит, война заставила его снизить посевы злаковых. Приходится ставку делать больше на сою и другие технические культуры, потому что очень упала в цене пшеница. Стала практически нерентабельной культурой. Будет все идти к тому, что мелкие товаропроизводители будут сокращать свое производство, если рынок не стабилизируется. Из-за войны, развязанной Путиным в Украине, экспортировать зерно в Европу стало сложнее и дороже. В прошлом году взлетели цены на газ, а затем и на удобрения. Но, несмотря на все трудности, аграрии Прикарпатия начали посевную. Планируют в этом году засеять 390 тысяч гектаров, что на полторы тысячи гектаров больше, чем в прошлом. Через две недели собрали оперативную информацию. Где-то около 2,5 тысяч гектаров уже засеяны. Большая часть – это зерновые культуры. Фермеры уверяют, как бы сложно ни было, засеют все поля. Ведь главное, чтобы страна была с хлебом.